Товарищи, всех приветствую! Сегодня, я надеюсь, у нас закрытие сезона, ну, по крайней мере, этого года. В январе еще охоты вроде как намечаются, но, по крайней мере, в 2021 году хочется удачно и качественно отохотиться. У нас лось – это одиночное животное или лось с рогами? С одним рогом считается, что лось с рогами. Просто уже могут быть скинутые рога или еще что-то. Это не те рога, которые я хотел, нефига. Есть лось, есть он большой, взрослый – стреляете. Одиночный идет, рога есть, рогов нет – видите – стреляете. Корову с теленком – корову не стреляете. Если идет корова и видите маленький – стреляете маленького. Всех приветствую. Конец года. У нас, наверное, финальный выезд на охоту. По крайней мере, в этом году. Ветер очень сильный, мягко говоря. Не знаю, слышно ли меня в микрофон, но думаю, что там все задувает. Поэтому много говорить не буду. Стою на поле. Туда 400 метров. В обратную сторону тоже 500. Перекрыли мы тут почти 4 километра. С гладкими все полюсы. А карабины перекрывают поле. У всех прострел метров по 100-200. Куда пойдет лось, не знаем. Поэтому постарались по максимуму перекрыть все поле и лес. Стоим, ждем. На улице минус 15 и сильный ветер. Поехали. Поехали. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Я увидел, как он двигался на меня, ушел чуть правее и встал слушать за березками. Подождал, пока пойдет на чистую. Выстрелил первый раз. Второй осечкой. Так первый кто стрелял? То есть напротив тебя вышел? Ну, вот он вот так вот вышел, чуть правее. Второй осечкой. Потом выстрелил Андрея, он спотыкнулся. Я уже бил в прогал. В результате после линии его пропустили. Я здесь еще два раза стрелял у него. Но он опять... Вот он у меня один раз до линии споткнулся. Потом после линии стрелял, он опять споткнулся. Ну вот, то есть я ждал, когда он упадет. А потом еще он упал. Ну как упал? На переднюю лапу, по-моему, как он начал заваливаться. Еще вставал, и еще раз стрелял. Кадры будут? Так он из-за этого и побежал. Из-за чего? Из-за камеры? Да, он стоял, я причем на него смотрел. Начал камеру включать, он увидел движение и побежал. И причем, ну уже сразу на этих, на махах. Все, быстро голубом от него бежал. Так ты же первый стрелял. Я первый стрелял. Ну вот он побежал, я выстрелил. Потом начал Андрей стрелять. И он когда споткнулся, я уже, как бы, споткнулся уже добивал. То есть камеру ты... Не, ну у меня были варианты, то есть продолжать дальше ее включать. Но в перчатке, правда, мне это неудобно было. Вот. И ждать пока. Ну, я принял решение стрелять. Камеру надо включить. Чего стрелять? Стрелять-то и так попадешь, у тебя поле большое. Джингл, hold the way. Товарищи, поздравляю всех с удачной охотой. И с наступающим Новым Годом! Стрелки молодцы! Браво! 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 Так, сдаем инвентарь. Сдаем. Лося отпускаем обратно. Все очевидцы, видевшие лося. Я стоял соседним номером с... Сам со мной стоял. Юрий. А, Юрий. Ты стоял, да, слева. Соответственно, у меня открытое поле. И по кромке веса, он прямо вот от самого начала, я его видел, как он шел-шел. Я говорил в рацию, никто этого не слышал. Слава богу, вот Андрюша заметил и Юрий. Ну, собственно, мне показался он большим, таким хорошим лосем. Даже два или три отростка мне показались. Ну, тебе далеко было стрелять? Мне, да. Ну, во-первых, он шел на ребят. Прям точно, по-моему. Он четко на меня шел. Да, четко. Сначала шел по кромке леса, четко на меня. А когда прозвучал один выстрел, я, собственно, единственное, что я добавил, докрутил прицел и стал смотреть, потому что дальше вот до линии номеров выстрелов не последовало. Я подумал, что, может быть, что-то случилось и стал его тоже вести. Ну, вот ребята сделали то, что должны были сделать. Ну, я его увидел практически, наверное, следом, потому что я видел, как он шел на меня по кромке вот этого березнячка, по кромке леса, поля. Я там ружье вскинул, приготовился, он зашел за елочкой, чуть-чуть повернул в сторону Андрея и стал. Постоял, стрелять как бы через кусты не стал. И пошел уже через частину, через целину. Я первым выстрелил, вот. И вторым вот до дороги у меня получилась осечка. Дальше уже через дорогу он перескочил, начал Андрей стрелять. И когда он спотыкнулся, я уже к этому моменту перезарядился после первого попадания от Андрея. Он спотыкнулся, и я уже через прогал, там, между березок еще раз добавил. А ты чем стрелял? 30.06, локт, 14 грамм, полуоболочка. А что за патроны? Ремент кто он? И осечка? Ну вот, второй у патроны осечка была. Первый раз. Самая тяжелая пуля для 30.06, которая только бывает. Ты тоже видел лося? 14.2. Я тоже видел лося. Солнце, снег искрящийся. Поворачиваю и смотрю, просто как будто огромное какое-то животное. Не как будто, а огромное животное. Прямо такое здоровое несется. Перелетает через намахак, через линию. Ну вот, и, соответственно, ребята смогли сегодня отличиться. Молодцы. А ты снял? Нет. Бежал лось справа от меня на соседний номер. Движение, руки, включил камень. Думаю, все, красиво, убежал быстро. Стреляли все. Кроме тебя. Кроме меня. Не, на самом деле, теоретически, если бы соседнего номера не было, он на приемлемом расстоянии был. Он от него прям рядом. А получается, от меня 50. Ну, 60-70 метров, можно стрелять. Теоретически. Просто, если бы он не на поле завернул, а в лес, тогда бы как раз на тебе. Ну. Но я вел его тоже. Молодец. Я его увидел, когда он в лесу стоял, причем я не видел, как подходил, не видел и не слышал. Увидел, стоит. Пока включил камеру, он побежал. После выстрела Юрия, я выстрелил один раз до ЛЭП. Потом пропустил линию стрелков, выстрелил еще два раза по нему. И один раз, вот уже четвертый раз дострелил. То есть, и того... Ну, да. После третьего он уже начал заваливаться. Вот. И... Шесть выстрелов было. У меня очень хорошо было. Видно, он не заваливался. Он так присел и уже вот так вот пошел. Он как спотыкнулся. Да, споткнулся. Силуэт упал. То есть, вы хотите сказать, что в Лосе мы должны обнаружить шесть попаданий? Теоретически, да. Ну, не знаю. Но Дима сказал, что он прошелся по следам, что вот где я первый раз стрелял, там кровь была. То есть, первое попадание... Ты стрелял в левый борт. В правый. В правый. А ты тогда в левый. Конечно. Ну, пошли смотреть. У нас второй загон. На сегодня он уже решающий. Время почти три. Вот успели перекрыть поле. И высоковольку. В этом году мы здесь уже охотились. Я вот здесь вот даже лося снимал. Вот здесь есть видео. Посмотрим, как будет в этот раз. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я скинулся. Думаю, ты стрелять будешь, он в твою сторону уйдет. Я хорошо... Так для тебя было сколько? 30 метров. А для меня вон еще куда. Хочешь, померяем пойдем? Да. До тебя ближе. Нет. Ну, сейчас померяем. Сейчас померяем. Я специально думал, ладно, он на тебя идет. Я... Ладно. Но он вышел-то на тебя. Нет. Опять он вышел сюда, он потом повернул, он тебя увидел на бугре. Нет. Он потом... Он когда побежал, выстрел, а потом только он повернул. Хорошо. Когда я выстрелил, он побежал на тебя? Да. А что ты не стрелял? А зачем, если ты стреляешь? Так ты тут стоишь-то прямо вот рядышком. Ты выстрелил? Я выстрелил. Он упал? Он упал. Это твой лось? Видимо, мой. Это твой лось. Я прицелился. Ты выстрелил, он падает. А ну... Ну, хорошо. Главное, чтобы он не убежал, ладно. Ну, у тебя не убежал? Нет, у меня не убежал. Ты с лосем? Я с лосем. Мы сезон закрыли. Закрыли. Так все отлично. Всех спорим. У тебя вот здесь было сколько? 58. 58, расскажи? Да, да, ну... 58. У меня 75. Ну, да, 75. Ну, то есть от меня было даль... Ну, у тебя чистый, а у меня там пустик. У меня боком он стал, он очень хорошо упал. Вот, а у меня в меня. Я видел, что он выходит. Ну, а что в меня? Ты выстрелил, пропустил. Второй упал. Молодец, Дмитрий. Добыл бы чару на закрытие сезона. Поздравляю тебя с полем. Спасибо. Новогодняя фотография гномиков. Товарищ, всех поздравляю с полем. Добыли быка. В финале этого сезона. Всех поздравляю. Пучару. У-у-у-у. Вот сюда. Будьи. О-о... Товарищ, все... Продолжение следует...